В эфире информационный выпуск новостей о Киарской студии телерадиовещания. В студии с вами Анжелика Лунёва. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Необычную встречу организовали в школе села Бурибай в рамках работы Центра дневного пребывания детей. При этой встрече я лично зарядился огромной энергетикой. Началось благоустройство дворов в рамках программы «Комфортная городская среда». В дальнейшем будет здесь двухслойное покрытие проезда двора асфальтовой смесью. Об этом и многом другом в материалах наших корреспондентов. В Акере началось асфальтирование внутридворовых территорий. Благоустройство дворов проходит в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда». В рамках проекта райцентру выделено около 4 миллионов рублей на благоустройство дворов. На эти деньги будут благоустроены дворы по юбилейные 3, Акмулы 2 и 3, Ботаново 14, Акмулы 5А и 5Г и двухэтажные дома по улице Акмулы за детским садом «Радуга». По словам специалистов, к выбору дворов, где в первую очередь необходимо произвести ремонт, подходили тщательно. Очень важно было определить приоритет. Рассматривали коллективные заявки жителей, прислушивались к мнению управляющих компаний. Но прежде чем включить план, двор обязательно осматривали. Подрядчики обещают в течение двух месяцев заасфальтировать все намеченные дворы. Напомним, что программа «Комфортная городская среда» является приоритетным проектом партии «Единая Россия» и будет реализована с 2018 по 2022 год. На данный момент во дворе производятся подготовительные работы, основания для асфальтового полотна, диригирование, уплотнение. Прокладка также была, водопропускные трубы. В общем, подготовительные работы. В дальнейшем будет здесь двухслойное покрытие проезда двора асфальтовой смесью и ремонт примыкания к дворовой территории. В соседнем дворе установили бордюры, также подготовку под асфальт сделали. Сначала делается вся подготовка под асфальт, потом асфальтирование. Необычную встречу организовали в школе села Бурибай в рамках работы Центра дневного пребывания детей. Директор школы, глава сельского поселения и руководитель Бурибаевского ГОКа ответили на вопросы детей, поделились воспоминаниями своего далекого детства. Фаниля Баширова подробнее. Генеральный директор Бурибайского ГОКа, он же депутат Госсобрания Республики Рустам Аблаев, больше по части официальных встреч. Но несмотря на свой загруженный график работы, на встречу с самыми юными гражданами села он пришел в удовольствие. Дети тоже открывают для себя очень многое. Это живое общение с детьми. И действительно, встреча такая, скажем, не совсем официальная. Дети ведут себя свободно, задают любые вопросы. Мы с удовольствием отвечаем. Действительно, мы при этой встрече, я лично зарядился огромной энергетикой, именно вот этим весельем, свободной, свободой детской. И с огромным удовольствием дальше продолжу свой рабочий день, уже с хорошим, прекрасным настроением, с этим зарядом, который сегодня я получил от детей. Конечно же, говорить на взрослые темы в этот день не стали. Речь больше шла о том, как прошло детство гостей с речи, какие они играли игры и о чем мечтали. Отвечая на вопросы детей, гости отметили, что истинный смысл их жизни в том, что они пригодились и трудятся на своей малой родине. Дети, в свою очередь, поделились, что хотели бы в будущем пойти по стопам родителей и трудиться на родном комбинате. Творить добро, творить хорошие дела, приносить пользу обществу. Вы, детишки, тоже можете приносить пользу обществу. Например, поливать огороды, посадить у себя на пришкольном участке такие замечательные цветы, растения. От этого будет только мир краше. И самое главное, надо быть патриотом своей малой родины. Хорошо, и малой родины. Что такое существовать? Это есть, пить, грубо говоря, и спать, да? И все, больше ничего не делать. Вот это существовать. А жить, наверное, это найти свое любимое дело по жизни, значит, определиться с этим любимым делом. Чтобы вокруг тебя были верные друзья и товарищи, которые в любой момент могли бы тебе помочь, поддержать тебя, чтобы они никогда тебя не предали. Чтобы у тебя была хорошая семья, дети, родители. Когда все вопросы прозвучали и дети подарили гостям концертные номера, все вместе во дворе школы они посадили ели, которые являются символом храбрости и смелости. Ваниля Баширова, Альберт Узбеков, Юлия Мусалинов, Служба новостей. Территориальная избирательная комиссия Хайбуллинского района провела первое заседание для обсуждения вопросов стартующей избирательной кампании. 9 сентября текущего года пройдут выборы депутатов в Государственное собрание Курултай, Республики Башкортостан. В этот день в Хайбуллинском районе будут работать 60 участковых избирательных комиссий. Будет также действовать проект «Мобильный избиратель». Гражданин Республики, не находящийся в день выборов по месту жительства, имеет возможность проголосовать в любом избирательном участке на территории субъекта, сообщает председатель территориальной избирательной комиссии. При подготовке также будут использоваться те же самые инструменты и механизмы, которые используются на федеральных выборах, на последних, на выборах президента Российской Федерации. Также будут использоваться технологии мобильного избирателя, то есть будут организованы пункты приема заявлений для голосования по месту нахождения. Сегодня на заседании также назначили дополнительные выборы депутата Совета муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, четвертого созыва по одномандатному избирательному округу номер 2, который пройдут 9 сентября 2018 года. На этом выпуск новостей подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Желаю всего доброго. До скорых встреч! Отдел Министерства внутренних дел России по Хайбуллинскому району сообщает, заявление на получение справки о наличии и отсутствии судимости можно подать на портале государственных услуг. Срок исполнения не более 20-30 дней со дня обращения. За готовой справкой, поданной в виде интернет-обращения, необходимо лично прийти в отдел МВД России по Хайбуллинскому району по адресу Силуакьяр, улица Батанова, 4. При себе иметь паспорт. Справка выдается бесплатно. Контактный телефон 8 347 58 2 17 04. Решили приобрести автомобиль? Да еще в кредит? И тут же застраховать? Или решили взять ипотеку под покошением материнским капиталом? Тогда вам срочный магазин Автозвук. Только здесь представлены все услуги для автомобиля не только в одном месте, причем по самым низким ценам. Продажи, покупка авто, составление договоров купли-продажи, автострахование, автокредит, без каска, без поручителей. Для оформления нужен только паспорт. И все это в магазине Автозвук. Здесь также можно приобрести оригинальные запчасти в наличии на заказ на автомобиле Lada, Vaz, Uaz, Gazelle и на иномарке под заказ. В магазине Автозвук это сотни наименований автокомпонентов, моторные масла, автохимия, автокосметика, аккумуляторы, чехлы и огромный выбор автоинструмента. Ну а если вы хотите заставить прохожих зависливо смотреть вслед вашему автомобилю, немедлите и отправляйте в студию тюнинга магазина Автозвук. Под чутким руководством мастеров и широкого спектра обслуживания ваш автомобиль преобразится за короткое время. Профессиональная съемная тонировка, продажа и оклейка 3D-карбона, установка музыки, сигнализации, бронирование фар, шумоизоляция салона, продажа и установка стекла, заправка автокондиционеров, а также диагностика автомобиля. Не быстрее и качественнее, чем остальные. Для нас нет сложных машин. Магазин Автозвук. Мы заботимся о здоровье вашего автомобиля. Наш адрес у Ак-Яр, улица Ак-Новые, 2А. Телефон 226-52-8937-345-55-32.